Привет, друзья! Меня зовут Василий, и вы смотрите Человек вечера. Я оделся потеплее, потому что скоро в этой студии появится Дедушка Мороз. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуй, Василий! Ну, здравствуй, Дедушка Мороз. Я подготовился. Да, вот. Чтобы не замерзнуть. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Не каждый день я здороваюсь с Дедушкой Морозом. Появляешься резко, внезапно, как интересно. А, значит, ты где-то сейчас был? Я занимался делами, подготовкой к Новому году. Узнал, что тут меня ждут. Передачу будем снимать. И прямиком с Великого Устюга сюда добрался. Дедушка Мороз, а я ведь знаю, что недавно у тебя был день рождения. А сколько тебе лет? Да, действительно. Мой день рождения 18 ноября. Точно. А сколько мне лет, это никто не знает. Даже ученые гадают. А точно сказать никто не может. Я был всегда, сколько есть зима. Ну, вот ты немножко рассказал про то, что ты летом делаешь. Может быть, кроме рыбалки и детишек и прием гостей у тебя еще какие-то дела, может быть, есть? Конечно же, у меня много дел. Летом я готовлюсь к Новому году. Круглый год я готовлюсь. Ведь это главный праздник в году. Самый чудесный. Это только кажется со стороны. Ударил посохом, и чудо свершилось. Но это совсем не так. Ведь настоящее чудо творится не посохом, а сердцем. Дедушка Мороз, вот скоро Новый год. Никуда не деться от большого-большого количества писем тебе. Как ты умудряешься вообще все письма прочитать? Вот сколько писем ты прочитываешь, ну, за день? Ой, Василий, писем, конечно, очень много. Сколько за день не скажу, как сажусь послезавтрака читать, так до самой ночи и читаю. Внучка моя мне помогает письма читать, оформляет все у себя в журнале. Она же все-таки более современная, чем я. Технику освоила. В Excel работает. Молодец. Снеговички, друзья мои, также незаменимые помощники. Писем много, очень много. А ты ведь, Дедушка Мороз, так и не ответил на вопрос, сколько ты писем читаешь за один день. Ну, за один день, если постараться, ну, вот представь пургу. Да. Сильная пурга. Сильная пурга. Метет, ничего не видно стеной. И вот сколько за час снежинок упадет, вот столько писем за день я и читаю. Ну, конечно, это вместе со Снегурочкой, да с помощниками остальными. Ну, а чаще всего, ну, в письмах же пишут, какие-то просят подарки. Какие вот чаще всего просят подарки? Вот самые-самые частые, ну, хотя бы вот три штуки назови, самые частые подарки, которые просят дети на Новый год. Ну, а ты сам как думаешь, что может ребенок в 21 веке пожелать? Давай вот так, ну, предположим, ты сейчас скажешь, что просят телефон, просят планшет, а вот есть вот какие-нибудь три подарка, которые вот ты прочитал, очень тебя удивили они, что для тебя это было намного позитивней, такие подарки вручать, чем банальные телефоны там и прочие компьютеры. Вот, Василий, как ни странно, а дети сейчас просят не только гаджеты, не только технику или аксессуары какие. Все чаще и чаще дети стали просить здоровья для своих близких, чтобы был мир во всем мире, чтобы у всех счастье появилось в жизни. Но я не считаю это удивительным, ведь у детей самые чистые сердца, самые добрые намерения, они еще не запятнаны никакими соблазнами, их души очень чисты, поэтому они просят такие самые важные, самые нужные подарки для всех нас в это непростое время. Если ребенок просит что-то нереальное? Ну, нереальных задач не бывает, на то я и Дед Мороз, чтобы чудо творить, но если ребенок что-то такое необычное, дорогое просит, конечно я сотворю это чудо, только к этому делу нужно аккуратно подходить, все обдумав, и тогда все случится. То есть всегда есть надежда на то, что даже самый нереальный подарок может воплотиться в реальность. Вот все у тебя просят подарки, а сам бы вот ты на сегодняшний день для себя, для себя какой-нибудь подарок хотел бы попросить на Новый год. Самый главный подарок для меня, это чтобы у людей желания заветные сбывались, чтобы все получалось, чтобы никто не унывал и всегда радовался. Вот это самый лучший подарок. Какой-то ты вообще фантастичный Дедушка Мороз. Вопрос как к профессионалу, как к специалисту. Вот мы на Новый год у тебя по домам ставим елки. Есть ли какой-то норматив, какая должна быть крутая елка? Клевая, прям вот чтобы правильно, чтобы ты зашел и такой кайф. Самое главное условие, новогодняя елка должна быть. А какая она настоящая или искусственная, или может быть из бумаги вырезанная, да хоть воображаемая. Ведь Новый год это не только еловые веточки. Новый год это настроение, это ощущение праздника. И мы создаем его себе сами. В Новый год на улицу выходит очень много Дедов Морозов. Я видел, я в окно смотрел, их я вот прям одновременно, или одновременно, неважно, видел аж даже три Дедов Морозов. И какой из них был ты, Дедушка Мороз, настоящий? Как вас определять, кто из вас настоящий? Я тебе так скажу, настоящего Деда Мороза только сердцем можно почувствовать. Ведь каждый, кто в новогоднюю ночь приходит к детям, в шубе, да в бороде, имеет добрые намерения порадовать детей. И я думаю, каждый из этих Дедов Морозов в какой-то степени настоящий. Вон о чё. То есть я видел трёх настоящих Дедов Морозов? Отчасти да. А о чём мечтаешь, Дедушка Мороз? Сам вот сядешь, бывает, у себя дома. И? Моя самая большая мечта, чтобы у всех всё было хорошо. Чтобы в каждой семье мир был. Чтобы люди не только слышали, но и слушали друг друга. Поэтому будьте внимательны к своим близким, к своим друзьям. И всё у всех будет хорошо. Дедушка Мороз, а правда ли, что ты на все руки мастер? А вот это, дорогие мои, я вам сейчас и покажу. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Маленькой ёлочке холодно зимой. Из лесу ёлочку взяли мы домой. Сколько на ёлочке шариков цветных, Розовых пряников, шишек золотых. Станем под ёлочкой в дружный хоровод. Весело, весело встретим Новый год. Новый год Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с моей одеждой в ночную синь и крепко ладонь сжимай. И всё, о чём мечталось, проси, загадывай и желай. Новый год Новый год, и вот он вновь настанет, Исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, В твоей ладони не растает, Пока часы двенадцать бьют. Пока часы двенадцать бьют. Кабы не было зимы, В городах и сёлах, Никогда б не знали мы, Этих дней весёлых Не кружил от малышня. Возле снежной бабы Не петляла бы лыжня. Кабы, 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 Кабы не было зимы, А всё время лета Мы б не знали кутеремы. Новогодней этой Не спешил бы Дед Мороз К нам через ухабы Лёд на речке б не замёкс. Кабы, 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 Лёд на речке б не замёкс. Кабы, кабы, кабы. Расскажи, снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобой убегала Дед Мороз Пролила немалая горьких слёз. А ну-ка, давай, кабы, Присать выходи, а! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Погоди! Новогодние игрушки, Свечи и хлопушки в нём. А весёлые зверушки Мой перебегнули дом. Завели весёлый хоровод, До чего смешён лесной народ. И не верила, что всё пройдёт Сказочным сном. Новый год, Новый год В гости к нам идёт. В Новый год, Новый год Счастье нам несёт. Новый год, Новый год Праздник у ворот. В Новый год, Новый год Сказку нас зовёт. В Новый год, Новый год Сказку нас зовёт. В Новый год, в Новый год Счастья в Новый год! Субтитры создавал DimaTorzok